Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство 28 августа 2023 года в праздник Успения Пресвятой Богородицы Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную Литургию в Успенском Соборе Московского Кремля. Всех Вас сердечно поздравляю с нашим престольным днем для этого главного храма всея Руси. День Успения Пресвятой Богородицы – это действительно главный богородичный праздник. И не случайно, что именно в честь Успения назывались на Руси кафедральные соборы. И этот собор сия Руси именно так и именуется. И в честь его, в честь Успения Пресвятой Богородицы, и освящен он, став действительно духовным центром сия Руси. Мы знаем, что сейчас непростое время, когда силы зла пытаются разорвать единство Святой Руси. и сознают хорошо, что это невозможно сделать, пока сохраняется единство Церкви Русской. Вот почему удары, в первую очередь, были нанесены по Церкви. был создан кукольный раскол, безблагодатный на Украине. И сделано это было только для того, чтобы разорвать единство, духовное единство в сия Руси. Ну и знаем, что до конца ведь ничего не получилось. Страдают наши люди, верные православию, верные канонам. Страдает верный епископат. Но глубоко убеждены, зная это по опыту нашей страны, прошедшей нечто подобное в послереволюционные годы, что никакая политическая сила не способна сокрушить Церковь. Она только тем самым подтачивает свои собственные силы и в конце концов разрушается. И пример безбожной революции в нашей стране, последовавших гонений, притеснений тому свидетель. И ярким свидетельством победы Церкви силой Божией, а не силой человеческой, является этот кафедральный собор в сия Руси, которому даже подходить-то в облачении было невозможно, который как бы навеки был оторван от нашей Церкви, сегодня является главным храмом в сия Руси. И мы совершили сегодня именно в нем Божественную Литургию. История Церкви, история народа нашего учит, что те, кто восстают против Бога, те, кто бросают вызов Божьему деланию, Божьему промыслу, в том числе и Церкви Христовой, они никогда не одерживают победы. Никогда. Только временная победа держится у одних подольше, у других поменьше. Но конец всегда один и тот же. Верим, что и сегодня те, кто создает и провоцирует расколы на Украине, кто думает, что тем самым они укрепляют веру, хотя о вере они не думают, они укрепляют как бы свою политическую позицию, и в основном ожидая поощрения сильных мира, находящихся далеко от Украины. Эти надежды тоже не оправдаются. К сожалению, всегда верность Церкви сопровождается скорбью, страданием. Начиная от первых лет христианства, мученики, исповедники, они ведь тоже страдали за Церковь, за ее единство, за способность и возможность прославлять Господа и Спасителя. И знаем, что на крови этих мучеников Господь и создал Церковь свою. А что это означает? Что Церковь становится сильнее, когда появляются мученики, потому что они благочестивой жизнью и страданием своим возносят молитву при лицом Божием, которая возвращается от Бога к людям в первую очередь через укрепление духовной жизни людей. Вот и сегодня наша молитва о наших страждущих братьев на Украине. Верим, что все эти гонения пройдут и ложно создаваемые раскольнические структуры рухнут, как это произошло и после революции в нашей стране. Но только терпение требуется нашим братьям, сёстрам, епископату, духовенству. И мы все призваны молиться за них. В своих личных молитвах, молитвах церковных, памятуя, что от их верности Господу, от их способности нести поношение и скорби зависит сохранение истинной православной Церкви на земле Украины. В этом историческом кафедральном соборе Святого Сия Руси особенно остро чувствуется и скорбь наших братьев и сестер там и в том месте, и таким образом, о чём я сейчас сказал. Ну и одновременно присутствие в этих стенах как бы требует от нас особой молитвы, дабы сила Божия защитила нашу Церковь и наш благочестивый народ. Я ещё и ещё раз хотел бы возблагодарить Господа за мужество и верность тем из епископата нашей Церкви, кто сохраняет и мужество, и верность, духовенству тем, кто сохраняет и мужество, и верность, монашествующим и всему благочестивому украинскому народу. Ну а всей нашей Церкви, конечно, требуется сегодня особая духовная сила, чтобы молитвой своей пред лицом Божиим мы преклонили милость Его ко всем нам, к Церкви Русской, к народу нашему, к нашему духовенству и монашествующим, к молодёжи нашей, чтобы Его благодать укрепляла наши немощные человеческие силы и делала нас способными быть хранителями веры православной, защитниками единства Церкви и чадами любящими своего Бога и Отца. Всех вас, мои дорогие, я ещё раз поздравляю с великим праздником Успения Пресвятой Богородицы. Её молитвами дохранит Господь, Церковь Русскую, народ наш, и всех, кто с верой и надеждой обращаются к её святому имени. Аминь. По окончании Божественной Литургии праздничного молебна Пресвятой Богородицы и Крестного хода вокруг Успенского собора Московского Кремля Святейший Патриарх Кирилл совершил освящение воссозданной надвратной двухчастной иконы Спаса Нерукотворного с ангелами и Пресвятой Богородицы на престоле со святителями Петром и Алексием, размещенной на внутренней стороне Спасской башни Московского Кремля. Х Berryland Благодарю Мою И благословлю имя Твое Веки, Век melhor На всякий благословлю Тя И восхвалю имя Твое Веки, Век melhor Вели Господь и гвалит дело и величию егоwith从ца Р thumb и рот возхвалят дела Твоя И силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твои, Я возглавлю и чудеса Твоя победят. Си силу страшных Твоих реку И величие Твои победят. Память множества благости Твои, я отрыкну, И правдою Твоею возрадуются. Щедрой милости Господь, Логотерпелив и много милости, Благосподь всяческий, И щедроты Его на всех делях Его. Да исполезаться Тебе, Господи, Вся дела Твоя, И преподобни Твои да благословятся. Славу царствия Твоей гореку И силу Твою возглавлю. Благословляется и освящается Образ всей Пресвятой Богородицы На Спасской башне размещенной Благодатью Святаго Духа Окроплением воды сия священная Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Спаси Господи, люди Твоя, И благослови достояние Твое. Мы присутствуем сегодня при событии, Которые можно назвать историческим. Спасская башня, Которая в сознании нашего народа Всегда была связана со спасителем, Со спасением. Главная башня Кремля, Которая была задумана, Как место, Где должен был быть дан Самый сильный отпор врагу, Если он посмеет Приступить к кремлевским стенам. По милости Божией, Мы живем в то время, Когда это оборонное значение Крепости, Спасской башни Ушло в прошлое. Но мы живем в то время, Когда сегодня страшен Не столько видимый враг, Вооруженный физическим оружием, Сколько враг духовный, Который способен Так осквернить человеческую душу, Так ее испоганить, Направить по такому ложному пути Развития человеческой цивилизации, Что в конце этого развития гибель. Вот очень немного сил сегодня Способны противостоять Этому страшному цивилизационному развитию. По милости Божией, Россия является такой силой. И разве не чудо, Что в Кремле, В том месте, Когда действительно Заседало безбожное правительство, Которое, кстати, Несмотря на свое безбожье, О родине пеклось. Вот чтобы в этом месте, Где было возбранено Вспоминать имя Божие, Сегодня на главной Кремлевской башне Мы осветили образ. Спасительный образ. Кто-то может сказать, Ну и что особенного? А на самом деле, Вот в этих символических деяниях Содержится огромный смысл. Мы осветили образ Над главной башней Кремля, Через которую В Кремль въезжают Высшие представители Государственной власти, Военачальники. И они под тенью Этого святого образа Проходят на территорию Кремля. Замечательно, Что возрожден обычай Нашим министром обороны Снимать головной убор, Когда он проезжает Через Спасскую башню И осенять себе крестным знаменем. Так это должно быть. Потому что башня эта Освещенная образом Является святыней. Вот дай Бог, Чтобы в жизни нашего народа Духовное сочеталось С материальным. Чтобы политика Оплодотворялась Духовными смыслами И нравственными постулатами. Чтобы жизнь нашего народа Сопровождалась несомненно И научным, и техническим развитием. Но чтобы все это было во благо Духовным развитием Всего нашего народа. Вот об этом мы должны с вами И Богу молиться, И трудиться для того, Чтобы было так. Пусть сегодняшнее символическое событие Освещение иконы На Спасской башне Поможет всему нашему народу Осознать, Что наступило новое время, Когда мы смело можем сочетать Духовное с материальным, Политическое со священным Практическую деятельность человека С молитвой и верой в Бога. И да поможет нам Господь Как народу, как стране Идти именно таким путем нашего развития. Да хранит Господь землю русскую, Народ наш, Град сей Москву, Президента нашего, Воинство И весь наш благочестивый народ. Аминь. С праздником поздравляю вас. Субтитры создавал DimaTorzok